Здесь землица у нас с вами, да? Ого, серьезно, лопата это не выйдет. Вот все, кто с перфоратором, все вам помогут. Озеленение Титовской сопки оказалось делом нелегким. Скальник и каменистый грунт – не лучшая основа для абрикосов и спиреи. Под чутким присмотром экологов началась кропотливая работа, больше похожая на мастер-класс. Вот она шеечка, видите, вот она. Естественно, прямо видно, переходит. Мы обязательно ее присыпаем, она чтобы была на уровне земли лунки. Лунка, чтобы была заглублена 3-4-5 сантиметров от поверхности земли, чтобы там вода скапливалась. И делайте обязательно вот такую вот красивую, женщине вам нужно делать, да? Вот такую вот красивую посадочную присыпку. Вот такую вот, вокруг лунки. Вот так вот, чтобы было у вас все красиво. Я своего ребенка приучаю к тому, что нужно беречь наш город, озеленять. Тебе нравится маме помогать? Да. А сегодня что ты делаешь здесь? Мне нравится, дочке. На Титовскую сопку приехали семьями, трудовыми коллективами, группами единомышленников. Нашему городу не хватает зелени и хотелось бы, чтобы он был красивый и зеленый. Если бы не ребенок, я, наверное, бы и не участвовал, потому что ребенок очень хочет участвовать в общественной, городской жизни. А мы пришли всей семьей, чтобы сделать доброе дело. Посадить деревья, чтобы как-то хоть озеленить наш город. Все-таки все горит. Ну, хочется свежего воздуха. Ну, все-таки это красиво, эстетично. Самое главное – это повторять доброе дело. Я хочу, чтобы все было хорошо и было больше воздуха. Засучил рукава в этот день и глава региона Александр Осипов. Причем он обошелся без спецтехники и работал только при помощи лопаты. Мы брали две основных здесь культуры. Это спирея средне-листная. Она растет как раз в горах, на суше. И абрикос сибирский. Она любит, наоборот, скалистый. Она любит скалистый грунт. Витроду их растет. Сильно полива не требует. То есть вот именно был такой принцип. Это второе? Да, вот. И абрикос сибирский. То же самое. Не вымерзает? Абрикос сибирский не вымерзает. И таволга тоже очень морозоустойчивая. Брали с таких же площадок. Вот примерно спирею выкапывали под вене электропередач. Вот как раз абрикос сибирский. Пойду я ему помогать, наверное, с куру. Мне нравится, что есть люди, которые не просто говорят, или в чем-то сомневаются, или критикуют, а которые готовы взять себя, своих друзей, свои руки и что-то ими сделать хорошее. Тем более, что это вообще, я считаю, очень красивое, благородное дело. Озеленять город, прошать родной город. Вот нас всегда с детства учили это делать. Сажать деревья, очищать территории, все содержать в порядке, в чистоте. И когда с таким хорошим, доброжелательным духом собираются такие чудесные люди, то как я мог не присоединиться? Участник клуба любителей внедорожников «Диверсант» Максим Царегородцев тоже поддержал акцию. Не пиара ради, а для всеобщего блага. Узнали мы об акции озеленения города из социальных сетей. Здесь сейчас у нас около 10 экипажей приехало, еще люди подъезжают с семьями, с детьми. Конечно, нужны такие акции, и нужно их больше, чтобы город у нас опять становился красивым, зеленым. И это показывает единство какой-то горожан в хорошем смысле этого слова, в хорошем порыве в объединении. Это всегда хорошо объединение. Такие садовые работы с губернатором продолжатся в будущем. В списке адресов экологической помощи КСК «ГРЭС» Первый микрорайон. Наталья Протоковская, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ.